Я записал видео о своем выступлении на конференции по региональной политике о гармонизации нормативно-правовой базы в новых субъектах Российской Федерации и о том инциденте, который возник во время конференции, когда председательствующий высказался о том, чтобы украинского языка как языка врага не было в качестве государственного, как это, например, сейчас есть в Республике Крым, в новых субъектах Федерации, потому что это язык врага. И я показал выступление председательствующего Алексея Диденко, который, собственно говоря, такой текст высказал. И мне задали вопрос, а почему я не выложил свое выступление, оппонирующее, о котором заявил. Я хотел найти его на сайте Государственной Думы, но не нашел. Возможно, я плохо искал, либо его еще не выложили. У меня есть запись. Я просто в кадр не попал, потому что помещение было достаточно компактное. И снимать себя со спины было не очень удобно. Я сейчас это выступление здесь размещу. Хочу сказать, что я, конечно, высказался достаточно эмоционально, поскольку этот вопрос, в принципе, касается моей жизни, как офицера запаса советских вооруженных сил, который присягал Большой Родине, который знает историю Большой Родины, когда русские, украинцы и белорусы составляли триединую часть одного народа. Сейчас это толкуется как единый народ, разделенный на разное государство. И, конечно же, это меня, как человека русского, украинского происхождения, очень сильно задевает. Поэтому моя легкая эмоциональность объясняется именно этим, и я предлагаю свое выступление послушать. Я еще раз покажу выступление председательства еще на этой конференции, Алексея Диденко, и за ним будет сразу мое выступление. Спасибо огромное, Дарья Сергеевна. Ну, вы и за Луганскую Народную Республику, и за Народный Совет, и за Верхнюю Палату выступили, довольно предметно и объемно. В этой связи добавить нечего. Вот я Конституцию посмотрел, Конституцию посмотрел Луганской Народной Республики, тут есть хорошие вещи. Сейчас вот смотрите. Про идеологическое многообразие мы много говорим, я в данном случае чисто фракционную позицию озвучиваю. Что ни одна идеология не может устанавливаться в качестве государственной обязательной. Очень интересная норма, большой вопрос, нужно ли ее транслировать в региональные уставы. Он как бы является дискуссионным, есть разные мнения на этот счет. И следующая идет статья про государственный язык. Мне очень приятно, что там украинского языка нет. Это принципиальная позиция, принципиальная, значит, фракционная позиция. И заигрываться хватит, мне кажется, и могли бы и крымчане уже. Но я думаю, они к этому подходят. С тем, чтобы не было никакого украинского языка в их конституции, потому что язык врага нельзя его не изучать, не респектовать. Его не должно быть в принципе ни вывесок этих чудовищных на этом языке, ни их материалов, ничего. Может кто-то со мной не согласен, он может выступить и рассказать какой-то замечательный язык. И на нем какие замечательные издаются нормативно-правые акты, и какие замечательные песни они поют на государственном канале. Ванька Встанька, например. Прекрасный язык, и кто не слышал, послушайте. Да, он может с собой поспорить публично на этот счет. Можно маленький нюанс? Надо отметить, что если человек хочет изучать украинский язык, он может это сделать. Такое право, такая возможность у него есть. Ну и военный переводчик специальности остается, конечно, они должны его знать и понимать. Только в этом контексте, в этом его и нужно изучать. Мы воюем с Украиной, это принципиально. Мы воюем с НАТО, а не с Украиной. Нам этих людей еще принимать нельзя разжигать. Это разжигание межнациональной розницы. Не должно быть этого языка. Должно, должно. Не должно. Там 40 миллионов населения, которые будут наши. Мы должны понимать, что Украины как такового государства и нации нет. Разжигание межнациональной розни недопустимо. Есть Малороссия, малоросский язык, пожалуйста, но только не Украина. У вас будет возможность выступить со мной, поспорить? Если вы считаете... Мы не будем обсуждать. Нет, это обсуждение. Можно? Обсудим. Я вам дам слово. Я вам дам слово. Вы можете поспорить, обоснуйте свою точку зрения, а я обосную свою. Хорошо. И моя точка зрения, что не должно быть в принципе этого. Уголовного кодекса никуда не делается. Да, еще попугайте меня уголовного кодекса. Нет, это разжигание межнациональной розницы. Очень страшно. Не должно быть ни государства этого, ни языка. Вычистить все его, чтобы все источники были... Не должно его быть. Моя позиция. А щепочное антигосударство? Не должно. Это правильная позиция государства у мужа. У украинского языка. Украина не должно быть. А государство нет такого. Украинца нет такой нации. Есть Малороссия, есть Лобожанщина, есть Херсонщина, есть Русины. Но нет Украины. Вот пускай он будет где-нибудь в музее стоять. Алексей Николаевич сам родился в территории Украины. На той территории, которую сейчас называется Украина, и прожил несколько лет там. И поэтому он знает, о чем говорит. Да, поэтому мне не нужно рассказывать, какие там все они замечательные, как они там любят русский язык, какая нация замечательная. Поэтому не должно быть этого языка. Язык врага. Хотят с нами дружить, пускай по-русски говорят. Вот так. Кому не нравится говорить по-русски, пускай едут и изучают язык меньшинства в Польшу, там, в Венгрию, куда хотят. Потому что, да, разжигают. Не между теми, кем надо. Да, разжигают. Не между теми, кем надо. Да, разжигают. Мы говорим с НАТО, не с Украиной. Да, да, НАТО. Там наши люди. Президент сказал, это единый народ. Да, я про лохи народа ничего не имею. По-русски только пускай говорят. А пускай будут замечательным народом. Дружелюбным. Они разнесутся по телеграм-каналу. Да и дальше что? Да, не должно быть этого языка. Да, не должно быть. Вот для всех телеграм-каналов говорим. Почему не будет другим? Посмотрим. Ну, посмотрим. Учение высшего руководства России все равно будет другим. Посмотрим. Имеет право. Высшее руководство. Можно, что вы сейчас говорите внимательно. Ну, чего вы хотите напугать? Да нет, мы не пугаем. Мы дискутируем. Вы не дискутируете. У вас нет абсолютно никакого аргумента. Прогуя. Надо отвечать. Я разложу аргументы. Давайте, пожалуйста, давайте. Потом я. Давайте. Коллеги, меня зовут Дмитрий Таран. Я уроженец города Каховка, Херсонской области. То есть, я уроженец из новых регионов. И при этом... Дмитрий Таран. А, а где? Помогите. Ну, там в микрофоне. Он не работает. Он не работает? Не работает. Ну, меня слышно и так. У меня фамилия Таран. Я докричу. Смотрите. Я участник «Крымской весны». Я экс-директор Ялтинской киностудии. И я автор и ведущий программы «Информационная война» на телеканале «Крым» с 2014 по 2018 год. Я занимался вопросами идентичности. То есть, в тот момент, когда прошла «Крымская весна», и когда вся информационная машина Украины, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Польши, Литвы, те страны, которые осуществляли государственный переворот, начали обрабатывать народ Крыма, я выступил именно с точки зрения идентичности. Я уроженец Херсонской области. И я понимаю, и я согласен с президентом, что это наши люди. Нам с ними работать. У нас не закончится на том, что Херсонская, Запорожская и две республики. У нас на очереди Николаевская, Одесская. И зачем нам сейчас настраивать население, которое находится в зоне боевых действий, что мы их не принимаем? Зачем разжигать межнациональную рознь? Не лучше ли сказать им «братья и сестры», не лучше ли начать работу по координации? Есть несколько контуров управления. Государственная вертикаль, да? И все государственные мужи. Есть контуры управления по федеральному закону о местном самоуправлении. Это ТОСы, МСУ и все, что плавно перетекает из украинского закона о громадах в федеральные российские законы. Там нет людей, там обезлюдненная территория. Нужно учить людей, которые просто не знают, о чем говорить со своим населением. Есть контуры управления через народное образование. Учителей нужно готовить тезисному сопровождению, которое не разжигает рознь, а которое устанавливает общие связи между русскими и украинцами. Вспоминаем президента, это один народ. Никто нас не назовет умными, если мы эту войну запрограммируем на десятилетия. Это наши люди и нам нужно не только говорить о вопросах системы, как мы будем что-то делать в рамках системы. Не только о том, как мы будем тратить деньги. Есть контуры управления, связанные с идентичностью. И я за то, чтобы Херсонская, Николаевская, Одесская, Запорожская, Донбасс, Харьков, Русь, это схидняки. Я участник социологических исследований о семи ядрах и идентичности на Украине по количеству регионов. И, например, я из Каховки, это Левобережье. И там все переселенцы из России. Там русский дух, там Русью пахнет. Так было до 2014 года. Я стал гражданином Российской Федерации 31 мая 2014 года, будучи сотрудником ТРК Крым. Правобережье – это переселенцы из Западной Украины. Зачем нам стравливать схидняков с западенцами, которые живут в рамках одной Херсонской области, которая безлюднила и на сегодняшний день там 300 с чем-то тысяч населения. Нам нужно выработать информационную политику, при которой это братья и сестры. Нам нужно на базе комитета создать координационный орган, который будет заниматься не только материальными вопросами, не только организацией депутатского корпуса, как люди из власти, разговаривающие, хорошие ораторы. Но разговаривающие канцелярским языком и, соответственно, не могущие на рынках разговаривать с простыми людьми, ну потому что они божители. Нам нужно готовить специалистов, школы, агитаторов и пропагандистов, которые снимут напряжение ненависти. Нам управлять этими территориями – это наша историческая земля, это административный округ Советского Союза. Что мы с вами здесь делаем? Мы подыгрываем МИ-6, мы разжигаем войну на десятилетия с частью своего народа. Прекрасно, прекрасно законодатели решили поработать. Я предлагаю в рамках комитета создать координационный орган, который будет координировать работу спецслужб и контрразведки через разные элементы, которые работают на рынках через посевание слухов. Это первое. Второе – координировать подготовку учителей, которые должны что-то детям говорить. Координировать подготовку специалистов, которые возглавят ТОС и МСУ. Людей же надо вооружить, они же неграмотные, они не знают о чем говорить даже в рамках ФЗ о местном самоуправлении. Нам нужны телеведущие, которые сделают такую же программу информационная война. Нам нужны блогеры в YouTube, которые воспоют героя нашего времени из Херсонской и Запорожской области, которому 15 лет, 20 лет, 25, 30, и мы расскажем истории о людях, которыми мы все будем управлять. И вот эта работа, мне кажется, для нашего комитета – это основополагающая вещь. Чтобы мы с вами не… Понятно, законодательная работа, юридическая, но всегда есть вот эта надстроечка – идентичность и работа с людьми. Доклад закончил. Прошу прощения, если кого-то обидишь. Закончили? Можно теперь я? Можно, не могу. Да, пожалуйста. А потом я скажу, и меня не перебывайте. И вот теперь, когда вы прослушали мое выступление, я хочу еще раз обратить внимание на то, что поскольку мы не воюем с Украиной, и украинский народ не является врагом специальной военной операции, Россия не объявляла войну Украине, и Украина не объявляла войну России. А мы ведем войну, боевые действия с объединенным Западом, с НАТО. Но почему тогда председательствующий не предлагает запретить английский язык? Он ждет какой-то команды или распоряжения от самого коллективного Запада, который спускает директиву стравливать русских и украинцев, а директивы стравливать русских, например, с коллективным Западом на таком уровне он не предъявляет? Я хочу напомнить об аргументе про чеченскую кампанию и про чеченский народ. Ведь ни у кого не появилась мысль о том, что нужно запретить чеченский язык. Ни у кого не возникло мысли о запрете грузинского языка после войны 08-08-08. Это наши люди, это соотечественники, которые живут на осколках большой страны. И я считаю недопустимым вести себя таким образом и стравливать соотечественников большой страны. Кстати, вот эта поговорка стала уже притцей во языцах о том, что в 2014 году бандеровцы в результате кровавого государственного переворота захватили парламент Украины под названием Верховная Рада. Никто не видел, чтобы бандеровцы захватывали Государственную Думу. Но, судя по всему, они там тоже есть, потому что они себя ведут точно так же. Первым, что сделали бандеровцы в Верховной Раде, они запретили русский язык. И война на Донбассе идет уже 10 лет. Видимо, бандеровцы в Государственной Думе тоже хотят запланировать войну на Украине лет эдак на 10. Еще раз хочу обратить внимание на тех людей, которые могут увидеть в моей позиции желание нарушить конституционные нормы Российской Федерации в части государственного языка. Речь не идет о том, чтобы украинский язык сделать государственным на новых территориях во что бы то ни стало. Если бы этот вопрос делать процедурно и делать тихо и красиво, никто бы не обратил на это внимание. Но вы обратили внимание, что это было подчеркнуто публично и было сказано, что это язык врага. Объясните мне, что ж такого случилось за 30 лет, что русские украинцы, два титульных народа великой страны, готовы убивать друг друга по заказу коллективного Запада, унижать и обесценивать друг друга, и не в парламентах ли двух стран находятся те люди, которые эту работу выполняют? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова